Сегодня в Чебоксарах подвели итоги конкурса патриотических стихов «Ради жизни на земле». Он проводится на протяжении пяти лет и каждый раз под новым девизом. В этом году мы говорим «Спасибо еще за одну весну». Свои стихи победители республиканского конкурса с чувством, толком и расстановкой читали ветеранам. На встречу в Музей боевой славы пригласили троих участников войны. Владимир Никитинский воевал на Курской дуге, а в 43-м году в составе стрелкового полка форсировал Днепр. Александр Федотов был призван в ряды вооруженных сил только в 51-м году. В годы войны он трудился в тылу. А Валентина Щетникова служила медицинской сестрой на Белорусском фронте. Именно им, людям, которые ковали победу, посвящали свои работы юные поэты. Стихи о матерях и женах, которые ждали дома своих солдат. Стихи о детях блокадного Ленинграда. Глава республики призвал школьников не забывать о значимости Дня Победы и героях Великой Отечественной. Они выступали как единая семья, имея свой патриотический дух, любя свою родину. И тем самым показывали на уровне всего мира, что советский народ никогда не победил. На заочный этап конкурса было прислано 185 работ, а в финал отобрали более 30. Наградили только четырех школьников из Чебоксар, Шумерли и Яльчиковского района. Многие из них посвящали свои стихи прадедам, которые тоже сражались на войне. Мария Печенкина из 59-й школы написала целую поэму и прочитала всем ее отрывок. Организаторы отмечают, что количество участников этого конкурса увеличивается с каждым годом. Причем часто свои работы на суд жюри присылают и жители районов. Провели Михаила Игнатьеву и экскурсию по музею боевой славы. Здесь собрано множество экспонатов, в том числе и личных вещей, которые принадлежали солдатам. Глеб Бритвин, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.